Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе утро! Сейчас где-то около половины седьмого утра и мы с вами пришли на мою съемочную площадку. Почему я называю ее своей съемочной площадкой? Ну, потому что я ее выбрал не случайно, совсем не случайно. Сейчас я вам покажу локацию и скажу, почему мне эта площадка еще несколько раз пригодится. Ну, во-первых, она сухая. Видите, то есть не так много здесь растительности. Во-вторых, прекрасное место для фотографирования. Даже грибы уже растут. То есть, вот, огромный хороший пень. Сзади елочки прекрасно. Вот это может служить гнездом для дракончика. К примеру. Так. Здесь есть деревья с очень интересными такими входами. То есть, здесь можно устанавливать дверцы какие-нибудь. И фотографировать. Тоже очень интересно. Но, если, допустим, нужно много, то есть огромный пень. Вообще большой. Вот он. Вот он. Псина бегает. Радостная. Так же здесь много строительного материала, который можно использовать тут же. И, в общем, место идеальное. Посему я сейчас установлю камеру на штативчик. Я взял с собой для съемки. Вот наше место съемки. Идеальное. У меня с собой аичка. Вот. Но оно одно. И поэтому, чтобы не делать их три или четыре, я сейчас их буду поодиночке снимать. Поэтому я взял с собой штатив. Установим сейчас штатив. Так как эта штука находится в тени, я на всякий случай взял с собой еще подсветку. Ну, я не знаю. Она может нам совсем и не пригодится. Посмотрим. Это на всякий случай. Чтобы потом не бегать домой опять. Вот так. Сначала давайте сделаем гнездо. Гнездо. Вот в итоге мы получили с вами вот такое уютное, на мой взгляд, гнездышко. Так, солнце начинает подниматься, отсвечивать хорошо. Надо поспешать. Гнездо. Гнездо. Ты со своей радостью отлично что-нибудь не здесь перевернешь. Так, ну с подсветкой она немножко лучше, конечно. Сейчас я еще ее добавлю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Вот так. Вот так. Вот так. Теперь я сниму со штатива и попробую как бы одиночное яйцо поснимать, просто одиночное. Продолжение следует... Ну и, пожалуй, для этого места хватит. Сейчас я пойду еще одиночное яйцо в том маленьком пенечке попробую снять. Ну, чтобы на всякий случай. Что не нравится, что не надо ничего домытащить. Все здесь прямо под руками. Хорошо. Так, новичка. Вот так мы ее сейчас попробуем снять, посмотрим, что получится. Ракурс, с которого лучше всего будет смотреть. Ну что, по-моему, с этой ситуацией, с этой локацией мы выжили все, что возможно. Можно еще поплясать вокруг, танцы с бубном. Ну, я думаю, этого достаточно. Давайте двигаться в сторону дома. Встретимся уже в фотошопе. Так, вот что нам удалось заснять. Так, хорошо. Давайте сначала попробуем. Так, без всяких изысков. Вот как оно есть, только три штуки. Поэтому мы сейчас пойдем. В сценарий. И скажем, что нам нужно загрузить файлы стек. Так, добавить открытые файлы, попытаться автоматически выронить изображение. Посмотрим, как он справится. Я думаю, без проблем. Вот так проверяем. Ну, листья немножечко шелохаются, да? Вот, и ничего страшного. Так, вот в этом делаем маску. И начинаем ее проявлять с помощью черной кисточки. Так, а под ней что, ничего нет? А! Стоп, 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 стоп. Нет, нет, не так, не с этого мы начали. Где у нас первая аичка? Вот она, так. Над ним вот вторая. Все правильно. Мы теперь делаем следующее. Вот здесь. Да. Сделаем маску здесь. Так. И попробуем вот сейчас вот эту аичку отсюда вывести. А она спокойно выводит. Вот так. Как будто тут и было. Прекрасно. Так. Эти можем соединить вместе. Они уже получились. Именно. Так, и теперь здесь. Это должно быть у нас еще одно аичка. Вот тут оно. С ней придется чуть-чуть повозиться. С тем, чтобы подогнать уже точно. Сейчас мы это сделаем. Сделаем жесткость немножечко. Так вот. Ну и здесь тоже. Хотя тут я бы такой, что сейчас сделал наоборот. Вот эти вывел вперед. Так. И это тоже здесь вперед выведал. Так вот. Так. Посмотрим. Да, вот. Пожалуйста. Лежат себе аккуратно три аичка. И прекрасненько себя чувствовать. Так что первый кадр у нас получился. С чем я вас и поздравляю. Все как я хотел. Чего бы я тут три штуки-то лепил. Единственное, что нужно небольшую тень вот сюда. Поэтому я сейчас соедини все. так. Сделаю затемнение. Сделаю следующее сейчас. Стоп. Вот. То есть вот в этом месте я бы хотел, чтобы было затемнение. Поэтому я как бы эту часть сейчас вырежу. выделить область. один пиксель достаточно. Контроль-цик, контроль-фау. И здесь сделать тень. Тень. Ну, естественно, поменять и вот так. Так. Смещение. Размер сделать. вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так вот. Так вот хорошо. Окей. Теперь из тени сделаем теперь образовать слой. Слой образовали. Это можно уже выбрасывать. Так. Ну и здесь, или же мы попробуем какой-нибудь вид наложения попробовать, если он спасет нас. Ну, вряд ли. Или же мы делаем просто-напросто, делаем здесь черную маску, зажимаем Alt, так, здесь. А с этой стороны уже потихонечку начинаем вот так вот подсвечивать, вернее затемнять. Посмотрим. Так. И заодно непрозрачность посмотреть. Вот. Вот так. Здесь я вижу даже лишнее вот в этом месте. Вот. И все, я готов, ребят. То есть первая наша такая аичная эпопея закончена. Единственное, что мне не нравится кадрирование, поэтому мы сейчас с вами вот так и поступим. То есть сведем опять все на один уровень, а здесь жестко с заплаткой поработаем. И с этим еще. Что такое? Как-то я не определил область клонирования. А это что, по-вашему? Не клонирование, что ли? Нет. Еще какое клонирование? Ну что ж, это лучше так по композиции выглядит. Немножко получше. Сейчас мы еще и подровняем. Так. Чуть-чуть здесь уберем. Тут немножечко. И здесь подвинем чуток. Все. Поздравляю. У нас с вами получилось первое такое яичко. Ну а потом я посмотрю еще. Если что-то другое придумается, то я вам тоже покажу. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Пока.